Начинаем пресс-конференцию. Вмешательство государства в предпринимательскую деятельность, обыск в Промода. 26 января в офисе компании Промода следователи налоговой милиции искали документы, к которым компания не имеет отношения. Проверяющие взломали дверь бухгалтерии, психологически давили на сотрудников, не имея оснований для обыска. Благодаря вмешательству депутатов и общественности налоговиков удалось остановить. В последнее время силовым действиям со стороны государства подверглись и другие компании. Какие выводы должен сделать из событий бизнес? Сегодня говорят об этом наши спикеры. Александр Колб, директор компании Промода. Александр Чумак, президент Ассоциации частных работодателей. Илья Крючков, юрист компании Промода. Тарас Ситенко, депутат Харьковского городского совета, фракция «Самопомощь». И Дмитрий Лазебный, адвокат Харьковского IT-кластера. Добрый день. Александр Колб, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Ну, в принципе, я уже много объяснял ситуацию, которая у нас сложилась. Если кратко, то я пришел на работу где-то без 15-11. У меня была запланирована встреча в 11 часов. И обнаружил такое движение, хаос в коридоре нашей компании. То есть какие-то происходили слухи, сейчас будет обыск и так далее. Разумеется, я вышел к людям, их численность была человек 15, наверное. Представился директором компании Промода и попросил объяснить, что вообще происходит. Никто мне никакие документы не предоставил, не объяснил. Мне женщина показала ухвалу. Сказала, что мы сейчас будем проводить обыск. Пока нам зачитывали ухвалу, нам сотрудник, не знаю, не представился, он сломал двери в уголтерию. То есть мы обратили внимание на то, что нашей компании в перечне нет. Пытались достучаться до, ну, по крайней мере, до диалога. То есть я обратил внимание, что мы не имеем отношения к перечню тех компаний, которые были указаны в ухвале. Но на что обратил внимание, что странно, что ухвала была написана на обыск всего третьего этажа. И там были приписки таинших там организаций, которые могут, я не знаю, иметь к этому отношение. Вот. Я пытался доказать, что, наверное, имеет место быть ошибка судьи или кто выписывал это решение. Вот. Но мне достучаться не удалось. Разумеется, то есть я опять же вышел к этим людям, то есть даже стоял у этих людей и я сказал, что я буду делать. То есть мы компания, которая одна из основателей Харьковского Т-Кластера. Я сказал, что мы не будем молчать, потому что поведение, вульгарность и тональность их действий вызывало много вопросов. Вот. Я зашел к себе в кабинет, закрылся и позвонил Александру Медовому, председателю нам в Советах Харьковского Т-Кластера. И сказал, что попросил донести до общественности то, что происходит у нас. В принципе, наверное, больше никаких звонков я не делал. Саша там сказал, я тебя услышал, мы сейчас будем поднимать всех. Ну и буквально там через 15 минут в нашей компании начались появляться люди, скажем так, в нашу защиту. Там Таня Бедняк первая приехала, другие люди и так далее. То есть на этом вопрос, что мы сейчас будем производить обыск, сдавайте телефоны, сдавайте флешки, потому что вопрос именно сразу так стоял. Пока приостановился, минут через 40 после начала всех событий, ко мне в кабинет зашел человек, который, собственно, должен был производить обыск руководителя этой группы, если можно сказать. Он сказал, ну извините, мы переходим в соседнее здание, к вашим соседям. Налоговая ссылается на то, что это было извинение, но вы поймаете, да, то есть наше состояние, то есть поломали рабочий процесс. И я думаю, что у меня не складывается впечатление, что это была ошибка. У меня не складывается впечатление, что они не знали, не хотели слышать на то, что ссылается сейчас налоговая, что якобы это было необходимо для задержания или накрытия конвертационного центра, который якобы находился у наших соседей. То есть у меня сложилось впечатление, что это было целенаправлено, действие на проявление силы, на запугивание. То есть я не берусь там ни судья, ни доктор, ни психолог обсуждать их поведение, но я могу сказать, как гражданин, то есть мне показалось оно неправильным, некорректным, и я на это. То есть есть видео доказательства, где мы пытались на это обратить внимание, что там бегать по женским туалетам, ломать двери и так далее, это по крайней мере неправильно. Вот, собственно, наша позиция. Александр, спасибо. Тарас Ситенко, пожалуйста, вам слово. Можно мне попросить, чтобы закончился шутеринский? Я хочу обратить внимание на то, зачем налоговая приходила, и благодаря вот именно этой представе приходит очень много компаний. Это так называемые ланцюги, то есть цепочки в налоговых ямах, и они где-то заканчиваются. Но почему-то у нас очень редко приходят именно там, где они заканчиваются, потому что, в общем-то, все знают, что все налоговые ямы в каждой области находятся под крышей. Они все известны и в СБУ, известны в налогово, известны в милиции. И они спокойно работают. Всегда приходят к тем, кто находится между ними. Может быть, даже, как правило, люди находятся в этом ланцюге, не зная о том, что они находятся в ланцюге, потому что поставщиков у любой компании может быть много, и всех не проверишь. Поэтому, в общем-то, борьба у нас не ведется реально с обналовыми конторами и не ведется против конвертационных центров. У нас борьба ведется под прикрытием борьбы с конвертационными центрами, ведется с обычным нормальным бизнесом. Поэтому, вот, и то, что происходило с промода, это как раз показатель того, что вроде бы мы боремся с конвертационными центрами, но так как есть другие компании, которые рядом работают, то мы, наверное, зайдем и туда. Мы зайдем, посмотрим, может быть, покошмарив людей, они через 15 минут что-нибудь нам скажут. Не важно, что, но что-нибудь скажут. То есть, вот на этом и построен у нас сейчас весь бизнес, так сказать, наших силовых структур. Нехваткой компетенции и знаний компенсируется, зухвалисть и вот такой беспредел. Тарас, спасибо. Александр Чумак. Добрый день, друзья. Я хочу начать с того, что вчера с утра, вернее, позавчера, когда это произошло с утра, я как раз был на другой компании и как раз консультировал по вопросу возможных маски-шоу персонал. И, приехав в офис, я узнал, что такие маски-шоу буквально происходят в компании «Промода». Мы сразу же отреагировали, тем более, что мы с IT-кластером работаем совместно в рамках угоды про спевробитничество и в рамках коалиции малого и среднего бизнеса области. Плюс ко всему я еще возглавляю громадскую раду при ГУДФС Харьковской области. Выехав на место, было выяснено действительно факты взлома двери, факты попыток досмотра личных вещей, отбора телефонов и безосновательный визит работников новой милиции, поскольку в постановлении суда не указывалась компания «Промода». Причем такая интересная деталь, именно просьба о проведении обыска на всем этаже к судье, который принимал это решение в закрытом заседании, именно обратился следователь налоговой милиции. То есть, не зная, где находится субъект, который им нужен, они решили проверить весь третий этаж. Ну, понятное дело, что такая практика у нас последние 20, может быть, 25 лет проводится постоянно, и мы, как предприниматели, это знаем, но данный факт уже стал последней каплей и необходимо уже отреагировать таким образом, чтобы ни один другой бизнес, а это, может быть, предприниматель, ваш партнер, ваш клиент, ваш поставщик не попал в такую же ситуацию, чтобы нужно было срочно выезжать на место и фактически спасать компанию, потому что любое вмешательство со стороны государства – это большой риск. Маленький, средний бизнес, любое такое вмешательство переживает очень тяжело. У нас на сегодняшний день есть обращение компании «Промода» на Громадскую Раду. Мы вчера встречались с первым, с выполняющим обовязки первого заступника головы ГУДФС Харьковской области Андреем Бижановым, который является руководителем и налоговой милиции. В результате встречи мы первое заявили о позиции в компании «Промода», о позиции Громадской Рады и вообще бизнес-сообщества по поводу данной ситуации. В итоге принято решение о том, что данный случай будет со всех сторон изучен и расследован с участием представителей Громадской Рады при ГУДФС Харьковской области. Сегодня у нас собирается комиссия по вопросам кадровых пытаний и комитет с протиди и протиди проявов коррупции при Громадской Раде ДФС Харьковской области, где мы эти вопросы все поднимем и будут делегированы люди, которые будут участвовать в мониторинге данной ситуации и конкретного разбирательства. Как неоднократно подчеркивалось, что мы ожидаем, что будут применены адекватные меры по данному случаю и вообще предупреждены возможные случаи, потому что, к сожалению, приходится констатировать, что такие случаи имеют системный характер. На сегодняшний день в компании «Промода» визитов больше не было, я надеюсь, уже не будет. На всякий случай мы говорим, потому что в постановлении написано одноразово можно провести обыск. Это я подчеркиваю. Если вдруг кто-то придет, то можно на это тоже аргументированно указывать. Поэтому на сегодняшний день данный факт взят на контроль. И хочу вспомнить, что у нас в последнее время можно называть много этих компаний, которые попали под пресс со стороны государства. Самый последний случай три дня назад – это компания «Адамант» киевская, где был визит не налогового, а работников СБУ. Еще ранее проблема с компанией «Символ», где больше задействована непосредственно милиция. И даже при тех обвинениях, которые выдвинуты, мы не считаем адекватным обыске приватных помешканий, работников компании с участием людей с автоматами. Но это неадекватные действия на возможное нарушение со стороны компании. Александр, спасибо. Илья Крючков, юрист компании «Промода». Пожалуйста, вам слово. Добрый день. Я хотел бы обратить внимание на то, что мы категорически… Мы категорически не верим в то, что попытка проведения обыска оказалась случайной. Я лично не верю в то, что старший следователь налоговой милиции, который писал ходатайство в суд о получении разрешения на проведение обыска, не отдавал себе отчет в том, что он просит провести обыск на третьем этаже, не указывая конкретно название юридического лица помещения, какого юридического лица должен проходить обыск. И я также конкретно и категорически не верю в то, что судья Садовский Киевского районного суда, постановляя ухвалу, не отдавал себе отчета в том, что, по сути, он дал право проводить обыск на площади некой в отношении неустановленного юридического лица, которое якобы осуществляло в своих действиях правонарушения, связанные с неуплатой налогов. Это статья 212 Уголовного кодекса Украины. Я считаю, что действия, которые проводились, они были спланированы. Попытки правоохранителей извиниться и сообщить, что, вы знаете, мы не смогли установить, где же конкретно располагается офис той компании, которую мы ищем на третьем этаже. Вот мы знали, что где-то на третьем этаже, а где именно мы установить не могли. Я в это также не верю. На встрече, о которой говорил Александр Чума, которая происходила вчера в областном управлении, ДФС, нам сообщили о том, что обыск, который проводился, он был проведен в ряде обысков, которые проводились в связи с раскрытием и пресечением работы незаконного конвертационного центра, находящегося в городе Днепропетровске. Через этот центр прошло порядка 50, ну, со слов работников ДФС, прошло более 50 миллиардов гривен. В схемах, которые были вскрыты, было задействовано несколько десятков юридических лиц. Нам показывали достаточно большой список на одном, на втором, на третьем листе. Кроме того, существовали еще десятки, наверное, еще сколько фирм, которые пользовались услугами данного конвертационного центра. Работниками налоговой службы были проведены масса работы по выявлению всех этих нитей, документов, работы со свидетелями и так далее. При этом они, находясь в городе Харькове, не смогли оперативным путем установить, где же на третьем этаже находится офис фирмы, в который они собираются прийти. Поэтому я считаю, что и было бы интересно, наверное, и полезно предпринимателям города Харькова знать о механике обысков незаконных, которые, так сказать, реализовываются в городе Харькове. Итак, пользуются таким приемом, который был на нас испробован, когда необходимо провести обыск у конкретного юридического лица. Причем в описательной части ухвалы, вот она, ухвала Киевского райсуда от 21 сечня 2016 года, указано наименование юридического лица, указано на каком этаже находится, по какому адресу. Но при этом результативная часть ухвалы не содержит наименование этого юридического лица, что формально дает повод правоохранителям проверять вообще все, что на этом этаже находится, и не важно, сколько там компаний находится. Фактически, если бы на третьем этаже находился, предположим, ну я не знаю, администрация Дзержинского района, ну так вот, географически, то они имели бы право и ее проверить, в том числе, на предмет причастности к незаконному обороту валюты. Поэтому единственное, что может в таком случае остановить произвол и беззаконие, это знание своих прав, это знание телефонов горячей линии, это заблаговременный инструктаж сотрудников и, безусловно, ну хоть какая-то элементарная выдержка и хладнокровие. Без всего этого противодействовать и противостоять таким произволам и беззаконию, ну невозможно. В связи с произошедшим, к большому сожалению, мы теперь вынуждены задумываться над тем, чтобы установить дверь уже металлическую бухгалтерию и, возможно, может быть, какие-то камеры наружного наблюдения, которые позволили бы понимать вообще, кто приходит к нам. И мы считаем это абсурдом в то время, когда мы стремимся к установлению цивилизованных правил общения с властью, когда мы ожидаем, что будет создан комфортные условия для привлечения инвестиций в страну, учитывая, что IT-сектор является, ну, наверное, вопреки тому, что происходит, является одним из немногих, либо, может быть, единственным сектором экономики, которые демонстрируют рост. Когда все у нас падает и в тартары катится, единственный, кто работает и растет, это IT-сектор. И вместо того, чтобы работать на благо своей страны, давать работу людям, тем более речь идет о молодых специалистах, как правило, которые оканчивают вузы, мы вынуждены задумываться об установлении металлических дверей и камер слежения. Ну, это же абсурд, извините. Илья, спасибо. Дмитрий Лазебный, адвокат Харьковского IT-кластера. Ну, много уже было сказано, я, в принципе, со всем согласен. Я, единственное, хочу коротко подчеркнуть то, что IT-кластер и дальше будет помогать IT-компаниям в Харькове. Всячески содействует, в том числе и в правовом поле, как противодействовать незаконным действиям правоохранительных органов. И дальше будем сотрудничать в этой плоскости, в этом поле. Мы, опять же, таки, подчеркнули то, что мы за честную игру. То есть, почему бы не прийти, по-нормальному не объяснить, что необходимо, какая компания есть. Документы, как компания вам необходимы. Можно было бы это все перевести абсолютно в другое русло, сесть за стол, поговорить, выяснить, что необходимо. Установить о том, что в компании «Промода», в частности, не находились те документы, и не располагалась та компания, которая нужна была следователем, чьи документы нужны были следователем. Ну и, соответственно, продолжить поиски в других кабинетах, на других этажах или в других помещениях. Этого сделано не было. Соответственно, с нашей стороны, со стороны «Айти-кластера», со стороны компании «Промода» последовала адекватная реакция в рамках правового поля и в рамках общественного поля, если можно так выразиться. Поэтому я еще раз, ну вот уже много было сегодня сказано, я еще раз подчеркну то, что мы и дальше будем помогать, содействовать IT-бизнесу в Харькове, двигаться и взаимодействовать с правоохранительными органами исключительно в рамках правового поля. Дмитрий, спасибо. Да, у вас комментарии? Пожалуйста. Я слушал рекомендации по предупреждению таких случаев. Вот я думаю, что после вашего конкретного случая есть еще такая рекомендация. Выяснить своих соседей в радиусе полкилометра, кто находится, вот очень-очень важно. А лучше у вас сегодня ждать. Спасибо. Давайте перейдем к вопросам. Коллеги, пожалуйста, есть ли вопросы? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Богдан Генемович, Громадский, Харьков. Вопрос, наверное, ко всем, потому что, по-моему, вчера все присутствовали на встрече с ГФС. Вчера ГФС сделал официальное заявление, что обыск компании «Промода» был законен, и никаких дверей они не ломали, и все было хорошо. Высказывают ли они эту позицию официальную вам? Ну, скажем так, тональность их разговора вчера была немножко другая. Я, честно, не удивился их заявлению относительно того, что все было в рамках закона, но вчера немножко был разговор в другом, то есть они пытались нам донести свою точку зрения происходящего. Скажем так, понятно, что диалог был. Нас просили послушать и услышать. Я могу сказать, что да, мы послушали, но, как мне кажется, не все мы услышали. Потому что, как мне показалась позиция налоговой инспекции, они делали акцент на том, что они накрыли крупный конвертационный центр. Я им пытался донести, что да, вы накрыли крупный конвертационный центр, но вы практически чуть не похоронили, в том числе, самую крупную компанию по интернет-маркетингу в Украине. Мне-то что с этим делать? Я не получил ответы на вопрос, как будет возмещен материальный ущерб относительно там. На самом деле мне даже это не нужно, вопрос принципа. У нас есть видео с доказательством, где дверь сломана. Я не получил ответ на то, как будет компенсировано мой моральный ущерб и репутационный ущерб. На эти вопросы я не получил ответа. Поэтому наша позиция очень простая. Мы хотим справедливости, мы хотим жить в государстве, в Украине, где закон одинаков для всех. Вот и все. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Ущерб подсчитали? Этим сейчас занимаются, да. Мы сейчас собираем документы, мы будем делать оценку. Опять же говорю, что, наверное, я бы хотел сказать, что, наверное, не так важен ущерб финансу, как важен прецедент и модель поведения вообще наших силовых органов. К сожалению, если позволите, чуть-чуть назад, да, чуть-чуть хорошего, да, скажем так, год назад я сталкивался с подобными вещами, когда к нам приходила милиция с Дзержинского районного суда. И действительно было тяжело, я не знал, что делать. Я хочу сказать в плюс, что мы чувствовали себя уверенным, мы чувствовали за собой защиту. И сам факт того, что за 40 минут это все прекратилось, говорит о том, что бороться с этими действиями можно. И это хорошо, да, я не берусь, то есть мне кажется, что какие-то изменения положительные в Украине происходят. Печально то, что методы, модели поведения, я не знаю, там, если можно сказать, ценности тех людей, которые происходили, вот нам с ними очень тяжело. Я просто почему об ущербе спрашиваю? Дело не в том, большое или маленькое. Даже если вам сломали стул, факт признания должен быть того, что вот к вам пришли и испортили ваше имущество. Вчера они оперировали на том, что мы же получили извинения. То есть я тоже сказал, что, друзья, извините, если я приду и изнасилую вашу жену, а потом скажу, извините, я был неправ, вас устроит этот ответ? Меня этот ответ не устроит. Я хочу извинения общественного, я хочу извинения и признания. Причем я не хочу это для себя, я хочу, чтобы менялась система, потому что наш случай, он единственный. То есть я хочу, чтобы менялась система. К сожалению, в глазах этих людей, которые к нам приходили, я не увидел этого. Спасибо. Алина Шульга, Медиапроект Накипело. У меня тоже вопрос к Александру. Подобные обыски в IT-компаниях уже не редкость у нас в городе и в стране. В связи с этим вопрос такой, не собирается ли руководство компании рассматривать вариант вообще выйти из Украины и вести свой бизнес где-нибудь в более спокойном месте? Спасибо за вопрос. Вчера я также озвучивал эту позицию в областной налоговой инспекции. Не буду скрывать, год назад, сидя с топами в своей компании, мы просчитывали и рассматривали такой вариант выезда из Харьком вообще. Я вывозил свою жену несколько раз с ребенком во время событий, которые, все знают, происходили в Харьке. Год назад мы приняли для себя твердое решение оставаться в Харькове. У нас это записано в миссии, у нас это записано в видении компании. Мы – Харьковская компания с центральным офисом здесь. Я не собираюсь уезжать, я собираюсь бороться и оставаться здесь. Спасибо. Есть ли еще вопросы, коллеги? По поводу статистики подобных случаев. Что в Харькове? Вы называли еще несколько случаев, это, правда, не IT-компании были, но вот «Симбол» еще. Как часто у нас это происходит? И как отличается Харьков от других областей в этом отношении? У нас есть большая проблема в том, что это может происходить даже сейчас, пока мы с вами тут и в пресс-конференцию, но мы об этом не знаем. Почему? Потому что у нас сложилась такая ситуация, что бизнес самостоятельно решает свои проблемы. И решение этих проблем, как правило, обходится достаточно дорого. Зная это, любой контролирующий орган, в том числе силовой, он может прийти к каждому предпринимателю в любой момент, вы этого не ожидаете, и поставить вас в такую позицию, когда вы вынуждены себе покупать право свободно работать. Понятно, за взятку. И многие предприниматели, они рассматривают эту возможность как одну из самых простых и быстрых возможностей для решения проблемы. Мы системно пытаемся работать с бизнесом и объяснять ему, что это не решение проблемы, потому что оно системно не решает, не меняет систему вообще. Система сложена таким образом, что она заинтересована в бесправии предпринимателей, и именно на этом государство получает выгоду. Да. Поэтому и чиновники, да. Ну, чиновники в лице государства. Поэтому статистика, например, по символу, когда все это началось, то есть я был 20 января в Киеве, и мне просто стало интересно, я точно знал о ситуации в Харькове и в Одессе, мне просто стало интересно, чего происходит в Киеве. Я по карте нашел символ, добрался туда и увидел там опечатанную дверь. Вот. И она сразу же появилась в новостях тот же день. То есть 18 магазинов символ были опечатаны на момент по всей Украине. Ситуация с IT-компаниями, ну, если не каждую неделю, то каждый месяц происходит сейчас. Ну, вот у нас в зале есть Наталья Виноградская, исполнительный директор Харьковского IT-кластера. У вас есть комментарий? Да. В 2015 год было 4 случая. По IT-компаниям в Харькове приходила либо милиция, либо налоговая СБУ, к этому не было причастно. В связи с этим, Харьковский IT-кластер организовал горячую линию. Если позволите, зачитаю телефон, просто чтобы IT-компании Харькова знали, куда позвонить, обратиться. 098 552 6096. Наши IT-шники могут всегда перезвонить сюда, и по их звонку мы соберем рабочую группу, которая подключится и будет всячески им помогать. Спасибо большое. Вообще, такие случаи приводят к чему? В 2014 году из Харькова уехало порядка тысячи специалистов. И если учесть, что в Харькове 22 тысячи специалистов, то для нас тысяча специалистов ключевых – это очень много. В 2015-м организовался кластер, и одна из наших задач – это как раз удержать специалистов здесь. Нам не хочется уезжать. Мы создаем для них комфортные условия для ведения бизнеса. Проводим семинары, кстати, на тему проверок в том числе. Поэтому я думаю, что со стороны государства должна быть соответствующая реакция, чтобы прекратить такие неправомерные действия. Спасибо. Спасибо. Ну, 5% получается, если, грубо говоря, вы говорите 1 тысяча человек. 21 тысяча всего – это очень много. За год. Еще дороже. Это очень, да. Коллеги, есть ли еще вопросы? Есть, есть, есть. Да, пожалуйста, да. Я думаю, только Анатолий, я предприниматель. Нет. Ну, просто у нас записывается. Да, я понял. Уважаемые коллеги, молодцы, конечно, что вы объединились и так вот отстояли свою, ну, на этот момент отстояли свои позиции. Но не только IT-специалистами заканчивается бизнес. Я хотел бы, чтобы относились вообще к этой ситуации, как к наезду на бизнес вообще не только к IT. А теперь вопросик. Знает ли об этом губернатор, если знает, почему молчит, и понимают ли эти болваны из налоговой, что они, в общем-то, дискредитируют и губернатора, и президента, в общем-то. Спасибо. Если позвольте, я прокомментирую. Вчера у меня состоялся диалог с Яником Мерила, и в феврале месяце она собирается делать пресс-конференцию по, скажем так, взаимодействию бизнеса и силовых органов. Она работает над тем, по крайней мере, мы вчера обсудили, чтобы на встрече был и мэр города, и губернатор. Опять же, есть некие опасения, что их не будет, возможно, этой встрече тогда нет смысла. Мы, скажем так, от себя не доносили эту позицию до губернатора. Может быть, не было времени. Сейчас мы консультируемся со многими, как донести свою точку зрения. И в том числе, так получилось символично, два дня назад я постил, как наш гарант Конституции пообещал защищать эти бизнесы. На следующий день я пришел и увидел у себя, скажем так, вот такие действия. Мы хотим дойти до всех органов и донести свою позицию, и проверить, я не знаю, искренне эти заявления. Сейчас мы консультируемся, мы хотим, ну, поймите правильно, да, мы не хотим там бежать там шашкой на голову и сказать, что там все пропало, нас тут обижают. То есть мы хотим системных изменений, мы хотим сделать это правильно и чтобы, ну, тщательно разобраться в ситуации. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Последний, вот тоже, опять же, по статистике. Что происходило в предыдущие годы? Ну, допустим, три года назад, пять, десять. Похожая ли сейчас ситуация? Или возникли какие-то новые, скажем так, способы давления на бизнес? Кто ответит? Не знаю, Александр, может быть, да. Ну, мы этим занимаемся уже, наверное, лет семь проблемой. Сказать, чтобы ситуация изменилась, по статистике, ну, я не вижу этих изменений. То есть, государство на самом деле отвратительно, паршиво относится к бизнесу, к налогоплательщикам. Нас никто не уважает, давайте говорить честно. Поэтому и когда приходит рядовой работник налоговой, либо милиции к бизнесу, он несет с собой вот это отношение государства к бизнесу. Поэтому сказать, что что-то сильно улучшилось, я бы такого не сказал. Методы остались те же самые. Не обязательно улучшилось, ухудшилось, может быть? Ухудшилось, наверное, потому, что в связи с борьбой с конвертационными центрами, да, если раньше не боролись, либо боролись слабо, сейчас стали бороться более сильнее и попутно как бы захватывают и другой бизнес. Поэтому, ну, ситуация такая, трудно сказать, что сильно ухудшилось, то есть, проще сказать, ничего не изменилось. И наша задача все-таки, наконец-то, заставить государство повернуться к бизнесу лицом, а не к тем местам, которые мы видим постоянно. И это касается не только налоговую, это касается и милиции, и прокуратуры СБУ, других контролирующих органов. Это касается органов, которые отвечают за реализацию государственной политики развития малого и среднего бизнеса. А чем дело кончилось, вы знаете, они дошли туда, куда они хотели изначально попасть? Да, уезжаю с работы до полседьмого, то есть, я уезжал с работы в полседьмого, они находились еще там. Да, я там был, я, как глава громадской рады, пытался выяснить информацию по поводу происходящих там действий. И очень важно было понимать, что там все происходит в рамках закона. Они зашли, закрыли забронированной дверью и делайте, что хотите. Ну, простояв полчаса у двери, через полчаса вышел человек, видимо, тоже из состава группы, который пригласил, он сказал, вы не стойте и не ждите, к вам никто не выйдет. То есть, мы не собирались вмешаться в процесс следственный. Наша главная задача была выяснить, все ли там происходит в рамках закона. Все, и более того. Тарас, пожалуйста. Я, наверное, единственный, кто попал внутрь той дистрибьюторской компании. Они еще тогда не закрылись. И я поговорил с оперативными сотрудниками и со следователем. Могу сказать, что там вели они себя более чем чемно. То есть, никаких угроз, никаких выламываний там не было. Поэтому, и вот сейчас я тоже анализирую, понимаю, что в промо до зашли они не случайно. Если они поменяли сразу стереотип своего поведения, тут они такие, а туда, куда они, собственно, шли, они совсем другие. Спокойненько сидели, им давали какие-то бумаги, они что-то записывали. Никаких выламываний и допросов с пристрастием, ничего там не было. Спасибо. Илья, у вас, да, комментарий? Пожалуйста. Я хотел бы добавить по поводу вашего вопроса о том, изменилось ли что-то в лучшую сторону или нет. Я лично оцениваю ситуацию как изменившуюся, но в худшую сторону. Почему? Потому что, если раньше мы вот такое отношение власти к бизнесу воспринимали как должное, ну, такие порядки. Вот пришли очередной раз, кто-то откупился, кто-то не откупился, ну, пожали плечами, ну, жизнь такая. Сейчас наше общество живет в, знаете, таком состоянии ожидания, ожидания и надежды на изменения к лучшему. И когда люди, находясь в таком состоянии, видят, что ничего по сути не меняется, то в конечном итоге состояние надежды, надежды на лучшее, оно меняется разочарованием. А разочарование несет за собой утрату веры и надежды на изменения и в желании вообще менять что-либо. Вот в этом ужас всей ситуации. И то, что у нас получилось, это благодаря, в том числе, ну, не то, что благодаря, а вот единственное, вот я вижу, в чем, так сказать, наша сила была, это в том, что был создан IT-кластер и действительно объединились предприятия по отраслевому принципу. Вот вопрос, кстати, касался, это действительно проблема не только IT-сектора. Есть и масса других предприятий, других направлений. Вот если они будут объединяться в свои кластеры, вот, и между нами будет контакт, между нами будет взаимопонимание. И мы, например, имея силы в одном месте перебрасываемые в другое, в том, там, юридическая поддержка, там, средства массовой информации, мы сможем создать такой барьер на пути к произволу, который позволит нам менять что-то, ну, хотя бы у нас в городе. Спасибо. Спасибо большое участникам. Спасибо, что пришли и рассказали о ситуации. Будем обязательно следить за развитием событий. Спасибо. Спасибо.